о великий сериальный смотритель кин король ночного обжорства и владыка ну еще одной серии и спать пробудись пробудись и яви свой ли к нам дорогие друзья всем привет и добро пожаловать на канал коротко а не коротком с вами кин и это хэллоуиновский топ сериалов 2019 года в котором я бы хотел познакомить вас с парочкой свеженьких крипи сериалов но сериалов не простых антологий для тех кто не в теме сезоны или серии в таких сериалах не связаны сюжетно а связаны только косвенно или общей идеей самым явным представителем можно смело назвать черное зеркало но если зеркало сосредоточено на проблеме современных технологий то ребят из нашего списка можно назвать историями у костра или страшными сказками на ночь почему именно на ночь просто их очень удобно смотреть за чайком с печеньками перед сном и огромный плюс что не надо вспоминать где ты остановился можно включить любую серию любого сезона любого из этих сериалов за исключением одного но о нем позже и насладиться занимательной страшилкой но к сожалению там где есть плюс есть и минус который я уже кстати упоминал в обзоре на сумеречную зону и как оказалось минус этот присущ всем сериалам подобного рода а именно отсутствие объяснения да вам покажут интересную историю но зачастую вам не объяснят и не покажут из-за чего все случилось и до соглашусь многим это может не понравится но посмотрев много сериалов подобного рода я уже перестал искать причину и просто наслаждался происходящим но ответы уже додумывал сам и самое главное что они были правильные а самое интересное что те ответы которые придумаете вы тоже будут правильные потому что изначально правильных ответов нет места исходя из личного мнения я расставил так для начала простенькие и местами где-то забавные страшилки но под конец недополнометражные крипи фильмы и под номером один у нас страшные истории в двух предложениях сериал для тех кто торопится а посмотреть что-то в этом стиле хочется вообще в отличие от других мест в топе истории здесь выстроены крайне просто быстрое знакомство с историей завязка и развязка и все это за 20 минут как по мне из-за довольно маленького хронометража здесь не успеваешь почувствовать момент страха но может кому и понравится вот моя любимая серия всегда ловил триггер от японских хорроров место под номером 2 калейдоскоп ужасов сам сериал является ремейком одноименного фильма 82 года вышедшего из подруг маэстро ужасов джорджа ромеро и стивена кинга и как по мне хоть истории здесь и интересные где-то жуткие где-то забавные но все же до оригинала они не дотягивают ну вот столичка и здесь наш главный минус о котором я уже говорил выкручен на все сто процентов так как здесь ну прям очень важные ответы остаются за кадром но как бы там не было вот моя любимая серия в этом сериале лугару лугару означает оба женского влече едем дальше и номер 3 сумеречная зона 2019 года этот сериал как и предыдущий является ремейком оригинального сериала 2003 года который в свою очередь является ремейком одноименного сериала 1 1989 года который в свою очередь является ремейком оригинального одноименного сериала 64 года сильно тормозить мы на нем не будем так как я делал на него обзор скажу вкратце довольно интересный сериал на который не жалко потратить время ну и конечно мои любимые из серии номер 4 и сериал немного выбивающийся из топа так как он и онтология и нет темная сеть сразу скажу сериал местами довольно жесткий но как по мне очень интересный и что значит и онтологии нет вообще первый раз таким столкнулся но мне понравилось все серии в нем связаны общим сюжетом а именно пропажей девушки которая разослала своим друзьям перед исчезновением ряд историй и каждую серию один из ребят и и читает что занимает большую часть эпизода и как раз эти истории никак между собой не связаны так вот и получается что сериал как бы онтология а как бы нет темная сеть как по мне очень похожа на черное зеркало так как все проблемы здесь в основном завязаны на современных соцсетях только вот преподнесены они довольно жутко например после одного из эпизодов мне реально стало не по себе а из-за другого я чуть не заклеил вебку и я серьезно но если все же решите посмотреть то будьте готовы к тому что хронометраж серии здесь ужасен в своей непостоянности одна серия может идти 30 минут а другая полтора часа лично по моему мнению сериал очень достоин просмотра и хоть его и нельзя смотреть в разнобой но все же вот мои любимые серии прямой эфир но у нас финальное пятое место на встречу тьме здесь у нас антология чистой воды с довольно интересной задумкой каждая серия здесь это ужастик но ужастик привязаны к празднику хэллоуин день благодарения и прочее лично я думаю что сериал шикарно подошел к выходу серий так как каждый эпизод его выходил ровно один раз в месяц но выходил он именно в тот праздник которому он привязан примечательно то что каждая серия здесь длится по полтора часа и представляет собой этакий малобюджетный полнометражный фильм а самое главное что здесь почти на все вопросы есть ответы или подсказки на них нет безусловно сериал будет воздразнить какой-нибудь тайной как в первом эпизоде но на глобальные вопросы ответы здесь есть ну и напоследок мои любимые эпизоды крутой костюм ну что дорогие друзья а на этом у нас все всем большое спасибо за просмотр пишите в комментариях что вы будете смотреть из этого топа и будете ли смотреть что-нибудь вообще ну а если вам понравилось данное видео то подписывайтесь на канал ставьте лайки а в описании вы найдете ссылки для вашей поддержки канала а также ссылки на мою группу вк instagram и канал twitch где мы вместе смотрим сериалы и фильмы но я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов и страшного хэллоуина вам пока